Продолжение следует... Потому что у него не будет другого выбора. Великая скорбь сможет закончиться только вследствие собрания избранных от четырех ветров. Когда будет построен храм, в восточные ворота храма войдет полное число язычников. Это будут посланники Иисуса Христа, облака небесные, в которых в храм войдет Иисус Христос. Согласно пророчеству Езекииля и перечню праздников Господа в 23 главе книги Левит, это торжественное вхождение в восточные ворота храма произойдет, начиная с Йом-Теруа до Йом-Кипур, в месяце Тишрей, с первой по десятый день месяца. И Езекииль описывает это как явление славы Господа. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. Эти люди есть младенец мужеского пола из 12 главы книги Откровения. Женщина, которая родила этого младенца нашего единства, будет скрываться примерно 3,5 года, потому что весь мир, включая конфессии христианства и иудаизм, будет ненавидеть избранных, явившихся в храм через восточные ворота. Момент вхождения избранных в восточные ворота является восхищением церкви, потому что с момента закрытия восточных ворот в Йом-Кипур, эти люди получат статус Господа Бога Израилева. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. Момент закрытия восточных ворот, это есть то мгновение ока, когда изменится статус людей, вошедших в восточные ворота, они станут воплощением Иисуса Христа во втором пришествии. И с момента закрытия восточных ворот христианская религия станет мертвой для Бога. Все земное христианство последует за Антихристом. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков. И рассверепели язычники, и пришел гнев Твое время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег Завета, его в храме его, и произошли молнии, и их голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Судить мертвых означает, что все конфессии христианства будут мертвы для Бога с момента закрытия восточных ворот. Храм Божий на небе означает, что третий храм, построенный согласно Слову, данному Езекиилю с небес, будет присутствием неба на земле. В храме будет присутствовать небесное царство Бога. Явился ковчег Завета, его в храме его означает, что сам храм будет в роли ковчега Завета с народом Израиля. Эта фраза по смыслу аналогична выражению «Бог явился во Христе Иисусе», которая не означает, что где-то в человеке Иисусе был спрятан маленький Бог, а означает, что Иисус был полномочным представителем Бога на земле. Также явился ковчег Завета в храме означает, что сам храм, самим своим присутствием в Израиле, будет исполнять роль ковчега Завета. Молнии – это знаменательные события. Землетрясение – здесь потрясение земных, плотских верующих в конфессиях и динаминациях. А град – здесь имеется в виду град слов из среды духовных, живущих в небесном царстве, против плотских, которые в динаминациях христианства. Таким образом, спасение Израиля и еврейского народа произойдет по мере принятия ими избранных от четырех ветров, как явление Машеха. Принимая пророка во имя пророка, евреи получат награду пророка. То есть весь Израиль станет Машехом, воплощением Иисуса Христа во втором пришествии. Умерший духовно еврейский народ воскреснет, восстановив связь с Богом. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Умершие и прежние поколения святых из иудаизма и христианства воскреснут, то есть воплотятся в избранных, которые вошли в восточные ворота. Это воскресение первое. Оставшаяся остальная часть верных Богу в среде народов, женщина, родившая младенца, вынуждена будет убежать в пустыню, то есть покинуть динаминации христианства. В четвертый год храма, когда еврейский народ в целом созреет и примет храмы, явившихся туда избранных, как воплощение слова Бога, в Израиле будет построен город Яхве-Шамма. Явление этого города, в котором будут работать евреи из воскрешенных колен Израиля, градом талантливых слов уничтожит блудную христианскую религию, которая отвергала храм, отвергала избранных и строила материальное процветание царства зверя вслед за Антихристом. Продолжение следует... Продолжение следует...